Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, а также случайные зрители. В предыдущих своих выпусках я неоднократно упоминал, что любое знание должно иметь практическое применение. И именно этот экстренный выпуск послужит тому доказательством. Ну а чтобы оперативно ввести вас в курс дела, обратимся к одноименной статье товарища майора. Ну а прежде чем приступить к данному, не побоюсь этого слова, широкомасштабному расследованию, я хочу сделать заявление. И это заявление касается прежде всего тех зрителей, которые поспешны в своих выводах и богаты фантазиями в мой адрес. Уважаемые зрители, данный выпуск создан и преследует одну единственную цель – восстановление исторической справедливости. Спасибо за понимание. Ну а я, пожалуй, начну. Мемориальное кладбище советских воинов на старом городском кладбище в северной части Мурманска, около Верхнеростинского шоссе, как и многие мурманчане, 9 мая я приходил сюда и приносил гвоздики на могилы погибших. Я был уверен, что все перечисленные на мемориальной стене, находящейся у входа в комплекс, погибшие солдаты, покоятся именно здесь и всегда радовался, как аккуратно устроены их могилы. Я изучал работу доктора исторических наук Федорова Павла Викторовича «Мурманский некрополь» и знал, что тут не все идеально. Процитирую часть интервью, которое он дал газете «Вечерний Мурманск» в 2010 году. Цитата. Не менее драматична и судьба воинских захоронений на старом кладбище, что находится в северной промзоне Мурманска. Еще во время войны с Финляндией там стали хоронить тех, кто погиб во время боевых действий, и тех, кто умер от ран в госпиталях. Всего с декабря 1939 по март 1940 года, согласно официальным спискам, составленным и подписанным начальником штаба 14-й армии генералом-майором Пигаревичем, на старом Мурманском кладбище в восьми братских могилах похоронено 197 солдат и офицеров. Прошло чуть больше года с момента окончания финской кампании, и грянула другая война. Раненых отправляли в мурманские госпитали, и тех из них, кто там умирал, стали хоронить на гражданском кладбище, поблизости с жертвами финской войны. Однако точно сказать, сколько здесь погребено солдат и офицеров, сейчас невозможно. По некоторым данным, около 1300 человек. Свой вклад в статистическую неразбериху внесли и власти. В первой половине 80-х годов на воинском кладбище развернулись работы по созданию мемориального комплекса. Автором проекта стал известный архитектор Емельянов. В ходе строительства большая часть надгробий с похороненными здесь солдатами была снесена. Планировалось, что их имена будут выбиты на стене, расположенной слева при входе в мемориал. Однако, как часто бывает в нашей стране, к этой работе отнеслись без должного усердия. Списки составляли очень небрежно. Из этой информации складывалось четкое представление о том, что несмотря на возможную потерю фамилии солдат в общем списке мемориала, их могилы приведены в порядок, пусть даже с заменой надгробий. Но самое главное, они достойно похоронены. При этом я видел, что на памятной доске были добавлены отдельным списком уже в более позднее время еще часть установленных, а в этом захоронении солдат. Значит, не все так плохо. Работа по увековечиванию и исправлению ошибок ведется. Но кардинально для меня представление об этом изменилось только в 2019 году. Изучая некоторые материалы в архиве ЦАМО, я буквально случайно обратил внимание на одну деталь. У многих солдат, умерших в госпиталях Мурманска, стоит в данных о первичных захоронениях уточнение. Нижнее кладбище – северная часть Мурманского городского кладбища. И таких отметок встречалось очень много. И я решил проверить. Я находил нужного мне солдата, ну, например, Казакова Александра Николаевича, умершего в госпитале 22.12.1944 года. Посмотрел по спискам мемориала и убедился, что он под номером 510 зафиксирован на памятной доске. А значит, по моему представлению, похоронен он в рамках мемориала. 9 мая 2019 года я пришел туда и принес цветы. Но что-то меня все-таки стало настораживать. По документам, у солдата одиночная могила. А такой в мемориале нет. При этом, согласно отметок, он похоронен был в северной части кладбища, а мемориал расположен в южной. И нигде нет никакой информации о том, что он был перезахоронен. А в итоге я решил пойти в самую северную часть кладбища. Пройдя ухоженные могилы и выйдя к болоту, я увидел то, что даже не представлял обнаружить. В северной части кладбища, отделенной пролеском и старыми гражданскими могилами 40-х-50-х годов, заросшее и заболоченное армейское кладбище. Буквально посреди болота стояли ряды истлевших столбиков с номерами и доски с выструганными звездами. Сразу было видно, что тут никто ничего не приводил в порядок с 1944 года. И это кладбище просто заброшено. Ну и конечно же, я нашел на одной из полузатопленных могил табличку моего солдата, Казакова Александра Николаевича. Того самого, данные которого буквально час назад я видел выбитые золотом под словами «Никто не забыт». Ну а вокруг десятки могил и одиночных, и братских практически в болоте. Полузгнившие от обилия воды, образовавшиеся от снега, сбрасываемого сюда со стороны промплощадки, которая находится рядом. Собрав несколько знакомых, мы прокопали стоки в проходящий ручей, и я опубликовал об этой ситуации в Фейсбуке. Там же было и публичное обращение к администрации города. И власть отреагировала. Буквально через несколько дней в СМИ появился комментарий представителя администрации о том, что все это не так. Воинские захоронения в идеальном состоянии, а это – ничто иное, как гражданские звезды, в то время, дескать, ставили их на все могилы. Вот как-то так. К сожалению, у меня очень много времени ушло на подборку документов, чтобы доказать то, о чем я сейчас расскажу. На самом деле, в 1939-1945 годах кладбище Мурманска было не одним единым, а было разбито на три части – нижнее, среднее и верхнее. Помогли мне с этим разобраться документы госпиталя ЭГ-2310, в котором в основном и находились раненые и больные солдаты в Мурманске. Это, конечно, не единственный госпиталь в военное время, их было 11, но в этом очень скрупулезно велись записи о захоронениях. Там указывали расстояние друг от друга и ориентиры, снабжали схемами и планами. Это позволило определить фактическое местоположение более 400 солдат, похороненных именно в северной части из этого и других госпиталей, в том самом месте, где сейчас болото. Также выяснилось, что при проведении так называемого «бульдозерного улучшения» в 80-х годах не только нарушили для красоты могилы верхнего и среднего кладбища, но и просто-напросто убрали нижнее кладбище из составленной схемы захоронений. Намеренно это было сделано или нет, я не могу утверждать. По факту, представитель Ленинского райвоенкома Савинген и глава администрации Ленинского района Разладин подписали документ, переданный в ЦАМО, о том, что все 1493 солдата захоронены в 85 братских и 5 одиночных могилах, расположенных по приложенной схеме в верхней и средней части кладбища. И все могилы воинов приведены в отличное состояние. Я не знаю, как назвать это, но, по моему мнению, это как минимум не просто должностное преступление, а еще и нравственное, не имеющее срока давности. Этими словами я хотел бы закончить статью товарища майора, ссылка на которую будет в описании, и перейти уже непосредственно к делу. На данный момент на заброшенном кладбище, помимо павших солдат, была обнаружена могила краснофлотца. Это Василий Иванович Пасынок, старшина эсминца Разумный, который погиб в зенитном бою с самолетами противника при авианалете 13 апреля 1943 года. Также состоялась встреча с представителем администрации города Мурманска, Белошеевым Михаилом Викторовичем, прямо на самом кладбище. Предварительно мы доказали факт происходящего и получили заверение, что в ближайшее время администрация начнет организовывать мероприятия по данному захоронению. На первом этапе будут предупреждены собственники и арендаторы прилегающих территорий о недопустимости сброса снега в район кладбища. Аналогично поставлен вопрос о недопущении проникновений мусора с промплощадок. В ближайшее время администрация будет согласовывать и проводить обрезку кустарников. Сами мы не имеем права это делать. После этого будут прорабатываться варианты организации самого захоронения. На сегодняшний день мы можем сделать следующее мероприятие. Определить точные координаты всего захоронения и отдельных братских и одиночных могил. Составить план-схему всего захоронения с указанием всех могил и особенностей захоронений. Прочистить сточный канал и сделать дополнительные истоки. Собрать мусор и сгрести старую траву. Поставить упавшие знаки звезды. Также для всех неравнодушных мы создали группу ВКонтакте, которая посвящена восстановлению военно-госпитального кладбища города Мурманска. В ней мы будем публиковать все вопросы, касающиеся данной темы. Ссылка будет в описании. Ну а теперь я хочу перейти к самому приятному. К благодарностям. Дело в том, что 5 июня 2020 года силами наших соратников и неравнодушных мурманчан были уже проведены кое-какие восстановительные работы. Энергия этих людей рассеяла серость и мглу на госпитальном кладбище города Мурманска. Мы искренне благодарим всех, без исключения наших мурманчан, которые с чистым сердцем откликнулись на нашу просьбу и нашли время и приехали на кладбище, где почти 80 лет в забвении и фактически в помойке покоились останки наших солдат. Чуть позже мы выложим фото, как преобразовалось место захоронения и даже засияла радуга. А пока я считаю своим долгом озвучить фамилии тех, кто в этом действии участвовал. В субботу 5 числа работала команда «Сурдос» ГБУ Мурманского КШИ номер 3, Смирницкий Николай, 11-й А-класс, Черноморец Владислав, 9-й Д-класс, Горбачев Борис, 10-й А-класс, Шибейка Руслана, 7-й Б-класс и Банная Влада, 4-й Д-класс. А также Лобазова Наталья Вячеславовна, учитель истории, Павлова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы, ну и, конечно же, Елена Ремезова, Ирина Попова, Артур Шинкарук, Игорь Лебедев, Алина Васенева, Светлана Водопьянова, Анна Щепина, Светлана Буренок, ну и, конечно же, товарищ майор, он же Анатолий Ерохин. Ну, а для тех, кто по тем или иным причинам не смог присоединиться к прошедшему субботнику, я хочу сказать, не расстраивайтесь, вступайте в группу, следите за новостями и обновлениями, и возможность непосредственно поучаствовать у вас, конечно же, будет. Ну, а что касается администрации города Мурманска, я хотел бы попросить вас только об одном. Вы можете хоть раз поступить не по регламенту, а по совести? Я искренне надеюсь, что данный выпуск не оставил никого равнодушным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok